Зададим граф и определим у этого графа радиус, диаметр и центр графа Пускай у нас будет это неориентированный граф Вот имеются какие-то, так покрупнее нарисую, вершины графа Вот произвольный какой-то граф Я на примере буду показывать, как все делается Это вершины графа Их можно обозначить буквами А, Б, С, Д Можно программировать цифрами 1, 2, 3 Допустим, вот А, Б, С, Д, Е В принципе, можно и писать цифры 1, 2, 3, 4 Можно и русскими буквами, но так традиционно буквами Вершина – это вертекс, вертекс В Эти вершины соединены ребрами Если у нас неориентированный граф, то ребра Если ориентированный, то там дуги Вот у нас ребра Вот, допустим, вот такие вот ребра И вот так вот еще соединено Я произвольное соединение делаю Вот такие вот соединения Вот говорят в таких случаях Вот если к одной вершине подходят два ребра То степень этой вершины – два Вот здесь вот степень этой вершины – два У этой степени вершины тоже два А у этой три Три ребра, как говорят в таких случаях, инцидентны Этой вершине Три ребра инцидентны вот этой вершине Степень вершины обозначается буквой D или Degree Например, D можно так обозначить D, A равно у нас двум Но я немножко отвлекаюсь, я хотел про радиус, диаметр и центр Но про это тоже надо сказать Для общего понимания B – это тоже два Degrees Ну, повторяю, можно писать DG Можно так, D Иногда дельта, кстати, пишется D от C Тоже два D от E Вообще наука, дискретная математика и теория графа достаточно молодая Еще не все обозначения, терминологии еще устоялись Смотришь, в одной книжке Однако так написано, в другой совершенно иначе Ну, мы так более-менее стандартно, более-менее традиционно пишем D от E – это три И D от вершины D – это тоже три Кстати, есть такая терема Или какая-то лема рукопожатия Вот когда сумма степеней вершин А сколько здесь получается? Здесь шесть, еще шесть Получается двенадцать, да? Это удвоенное число рёбер Ну, действительно, у нас здесь сколько рёбер? Здесь вот три и там три Три, все верно, совпадают Это как раз лема рукопожатия Что сумма степеней Сумма степеней – это удвоенное число рёбер Ну, ладно, мы, собственно, не про это хотели сказать А мы хотели у этого графа найти радиус, диаметр, центр Ну, и эксцентриситет и вершин Ну, во-первых, мы будем рассматривать, конечно, и взвешенные графы, и невзвешенные Вот это обычный граф, он невзвешенный То есть каждому ребру не приписали какое-то число Хотя, честно, весом может быть не только число Это может быть какой-то другой математический объект Может быть матрицу навести, может еще какой-то граф Самый простой, давайте, самый простой вариант Когда у нас на каждое ребро приписано какое-то числовое значение Не обязательно целое, это может быть и дробное Самый простой, когда ничего не приписано, тогда условно считается единица Вот это вот, это один, 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 один И тогда расстояние между вершинами вычисляется в количестве ребер Которые нужно пройти из вершины в другую вершину По кратчайшему расстоянию То есть между А и С расстояние один Может было бы вот так вот, раз, так, так пройти Но здесь было бы уже не один А вот из некоторых, вот из Е, С Какое расстояние? Один, один А здесь раз, два, три Ясно, что мы возьмем самое короткое Расстояние между Е и С Это будет два То есть расстояние по умолчанию вычисляется в количестве ребер Просто в количестве ребер А если взвешенный граф, но это мы чуть попозже Тогда будем сумму этих вот весов рассматривать Итак, это расстояние Экцентриситет вершины Чтобы правильно выговорить Лучше разделять слово экцентриситет на две части Экс, а потом центриситет Получается экцентриситет вершины Итак, экцентриситет вершины Вычитается как максимальное Расстояние до максимально удаленной вершины То есть мы по точке А От вершины А найдем все расстояния до всех вершин И вот максимальное это расстояние Это и есть экцентриситет данной вершины Вот мы сейчас вычислим экцентриситеты Запишем эти экцентриситеты В таблицу И посмотрим, что у нас получится Вот с данным графом Ну, не самый Может быть Характерный граф Но мы сейчас начинаем с такого простого случая Ну, лучше всего пишется так Вот А, табличка Получается матрица, конечно, квадратная Столбцы И, А, Б, С Д и Е У нас совпадают А, Б, это просто метки Метки столбцов, метки строк А, Б, С, Д и Е Ну, по диагонали мы пишем, что Нулики от самой до самой вершины Ноль Здесь будет ноль Ноль и так далее Сейчас напишем, от А до Б у нас будет Расстояние два Раз, два От А до С один От А до Д тоже два Вот так мы идем коротким путем Два От А до Е один Кстати, дальше, учитывая, что у нас все симметрично Мы можем для ускорения Вот эту строчку симметрично отразить сюда То есть я пишу сразу же Два, один, два, один Это укорачивает решение Это затем От Б От Б Отчеркнем, чтобы не было путаницы Вот так вот От Б к С От Б к С два От Б к Д Один От Б к Е Один Ну и здесь симметрично отражаем Два Один, один Нолик ставим И теперь смотрим От С От С к Д Один От С к Е Два Здесь симметрично пишем Один, два Нолик И осталось последнее От Д к Е От Д к Е Один Ну, очевидно, здесь один Симметрично ноль А вот здесь мы выписываем сбоку Отчеркнем И выписываем максимальное значение Это будет эксцентристет Можно написать эпсилон Это эксцентристет Это вершина У каждой вершины Можно здесь внизу индексом Приписать эксцентристет То есть максимальное по строке Два, два Но здесь скучно получается Сейчас поэтому поймете Что значит взвешенный граф Какой больше интерес И что такое невзвешенный граф Ну, здесь получается Что эксцентристы все равны Лучше рассмотрим Сейчас взвешенный граф Ну, рассмотрим этот же граф Но просто каждому ребру Припишем некоторые значения Ну, это может быть целое значение Может быть дробное Вот я возьму так Который заготовил Допустим, 10 Это, ну, условно говоря, расстояние Кстати, бывают еще евклидовые графы Там, где вес каждого ребра Это просто евклидовое расстояние Между этими геометрическими точками Так-то вообще-то графы Это математические понятия абстрактные Вот если бы я нарисовал бы так Или, ну, сейчас я временно нарисую Чтобы понять Или даже вот так Это был бы тот же самый граф Вот как нарисовано Пока мне это безразлично Потом, когда мы будем рассматривать Там планарные, плоские графы Будем уточнять А сейчас пока все равно Что вот этот граф Ика десятка вверху И этот граф десятка внизу Совершенно одинаковые графы Замфакт соединения А и С Ребром Вот это важно Это важно А вот потом Из этого абстрактного математического понятия Мы будем уже извлекать практическую выгоду Но Я не буду сейчас пересовывать Пускай так будет От А к Е Пускай 2 Здесь вот 3 Здесь 4 6 Это я произвольные цифры накидал Для примера 5 И у этого графа Уже взвешенного Найдем опять То же самое Эксцентриситеты вершин И там будет Несколько интереснее Итак Ищем эксцентриситеты вершин Вычисляя расстояние По кратчайшему пути Ну Матрица та же самая будет Содержание другое будет Тоже 5 на 5 5 на 5 Эксцентриситеты Будут вычисляться Уже в расстояниях Бывает Напомню О чем говорил Что Бывает еще ориентированные графы Тогда Эти вот Ребра Вращаются в дуги Стрелочкой Тогда От Д к Е Может быть 5 От Там от Д к С 5 А от С к Д Может быть уже например 6 Разные Разные расстояния Так Ну конечно Хоть взвешенные Хоть не взвешенные От А до А будет 0 Как ни крути От А до Б Кратчайшим путем Смотрим 5 От А до С Кратчайшим путем Здесь вообще 10 Да Вот здесь у нас будет Больше чем 10 Уже 13 Да И здесь Поэтому от А к С Будет 10 От А к Д Вот до этой точки 8 наверное Да Вот смотрите Здесь длиннее От А до Д 8 6 Плюс 2 8 И от А к Е Ну это просто 2 Ну естественно То же самое Мы симметрично Отражаем Это все очень просто Это все очень просто 2 0 Так быстрее заполняется От Б к С От Б к С Самое короткое расстояние 9 Самое короткое расстояние Короче уж точно нет будет От Б к Д 4 От Б к Е 3 Ну и симметрично Пишем 4 3 0 От С к Д С к Д 5 От С к Е Ну наверное 11 Тут вот так Так будет Нет смотрите Здесь кажется Нет так будет больше конечно Вот так самое короткое 11 11 Дальше Здесь симметрично 5 11 0 И последнее От Д к Е Ну это 6 6 Ну естественно здесь будет 6 И здесь будет 0 А вот здесь мы описываем эксцентриситеты Которые значительно интереснее Они все подчищены Все будут разные Берем максимум Значит будет 10 Эксцентриситет вершины А 10 Можно внизу написать Вот 10 Это эксцентриситет вершины 10 Здесь будет 9 Здесь 11 Здесь 8 Максимум берем Здесь 11 А теперь оказывается у этого Столбца эксцентриситетов Есть еще очень важные характеристики Как максимум И минимум Вот минимум Эпсилом Минимум Важное Минимум Эпсилом Это как раз будет Радиус графа Радиус графа Математическое понятие Радиус окружности Понятно там Вот тут Геометрическое расстояние А здесь у нас Математическое понятие радиус Это минимум Эпсилом То есть в данном случае Будет 8 8 Смотрим Эта вот восьмерка Приходится на вершину Д Значит Д Является центром Вот этого графа То есть Те вершины У которых Эксцентриситет равен Радиусу Те центр Но периферия Это те Которые максимум Это будет С и Е На периферии С и Е Они оказались на периферии Хотя честно Они очень близко К центру Ну вот так получилось Вот Вот это у нас Радиус Диаметри Центр Графа Ну и еще Кое-что Из общих понятий Теории графов Вот мы Сказали что Здесь у нас 5 вершин Это значит Порядок графа Обначается Буква Это 5 А Ребер Здесь 6 Тут говорят Размер графа М равняется 6 Иногда кстати Место Н М пишут По ику Это уже Где-то 50 на 50 Процентов В разных книгах По-разному Но мы будем Придержаться Н М А Вот мы сказали Что вершина вертекс А про ребра Забыл сказать Что А ребра Это Эджис Эджис А сам граф Буквой Ж Обзначается Ж Вот иногда Ж пишет В Запятая Е Указывая Множество Вершин И множество Ребер То есть Фактически Граф Это два Множества Но это Конечно Своеобразное Множество Например Не могут быть Ребра Без Вершин А вот Между прочим Вершины без Ребер Запросто Могут быть Вот если мы Нарисуем Одну вершину Другую Вершину И не соединим Их ничем Это будет Так называемый Пустой граф Между прочим Означается Буквой О Количество Вот вершин в таком пустом графе Это Его порядок Пишется О2 Вот А если полный граф Когда все совсем соединено Вот здесь У нас конечно Не полный граф Потому что у нас Б и С Непосредственно Не соединены А вот если полный граф Ну например Вот так вот Соединены Вот так вот Это будет Графы К Назваемый К Это К3 К3 Три Вершины все соединены К4 Это будет Вот К4 Четыре вершины Это будет вот так Еще соединено Вот так 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 Это будет К4 А вот граф К5 Это интересно Это граф Пантрагина-Куратовского Такая пятиконечная звездочка В знаке качества Но это будет особенный граф Теориграф Мы его отдельно рассмотрим Вот есть некоторые другие обозначения Для характерных графов Есть там Колесо W Есть цепочка C Ну есть еще отдельные там Графы Которые имеют Собственные Еще про Радиус диаметра И центр граф Вот мы нашли Какой-то пустой Придумали сами граф Сами нашли Обрадовались Получили Что вот это вот Центр графа А это ведь имеет Практическое предложение Когда тут Лет 5 Или может быть 6 назад Мы со студентами Искали Центр Графа Московского метро Но Московское метро Может представить Эти графа Если у нас Отдельные станции Это вершины графа А их соединяющие Ребра Это дуги Это как раз Соединяющие Их пути Это ребра Мне кажется Не дуги Дуги Они имеют направление А это у нас Ребра Итак Ребра графа Это пути соединяющие Эти Станции Ну мы Нарисовали Этот Граф Московского метро И нашли Центр Вот угадайте Что является Центром Московского метро Если мы будем Рассматривать Московское метро Как невзвешенный граф То есть не будем Расстояние писать Веса Не будем проставлять А просто вот В чистом виде Расстояние между Вершинами Вычитать Как в количестве Ребер Итак Что является Центром Московского метро Ну москвичи Сразу Или там даже Не обязательно москвичам Надо быть Сказать Что где-нибудь там Центр Какая-нибудь Центральная станция Там площадь революции Или Охотный ряд Ничего подобного Оказывается Центр Московского метро Вот в таком понимании И на то время Когда сейчас Конечно изменились Новые станции появились Но я думаю Не сильно изменилось Граф Московского метро К сожалению Не сильно Хорошо бы Если бы он Быстрее менялся Так вот Сейчас в последнее время Стали строить Больше станции Существенно А тогда Так он Как-то законсервировался И Центр Московского метро Приходился сразу На несколько станций Это были Станции Кольцевые Как ни странно Повелецкая И оттуда До Октябрьской Вот этот кусочек Московского метро Был центром Графа У них у всех Был одинаковый Одинаковый Эксцентристет Я не помню Где-то около 12 То есть От этих станций До максимально удаленных Надо пройти 12 вот таких Вот Ребер 12 Ребер Ну а если мы Сделаем взвешенный Граф Московского метро То есть Каждое Расстояние между Станциями Вычитывать Например в минутах Есть такие Такие Карты Где расстояние Между Станциями Вычитывается в минутах Тогда получается Интересно Все зависит От времени Суток Вот если В час пик Там будут Одни расстояния Потому что Одни минуты В обычное время Хотя такое впечатление Что сейчас Сплошный час пик Ну ладно В обычное время Другое расстояние И если возьмем В одно время Например в час пик Вычислим центр Московского метро То оказывается Это одна единственная станция Где-то в районе Третьяковской Ну когда В другое время Она смещается Ну сейчас я точно Не могу вспомнить Мы там вычисляли Это расстояние По-моему Может быть Новокузнецкая Новокузнецкая Третьяковская Практически Одно и то же Сейчас Не помню Где-то там тоже Александровский сад По-моему Но это одна станция Значит если мы будем Измерять центр Где расстояние Измеряется В количестве Ребер Будет целый Набор станций Там Я уже говорил Это уж точно От Октябрьской Павлецкой А так будет Одна станция Которая будет Может быть Перемещаться В зависимости От времени суток То есть это Практическое Назначение Вот этой такой Теории Например Если считать Что Ну мы хотим Вот Предполагаем Что это города А там Какие-то Вот у нас Имеются Связи Торговые То естественно Центр Графа Это там Где там Управляющее Звено Или там Главный Склад Товаров Где Легче Всего Развозить Товары По Другим Городам Или Управление Если у нас Это Управление Связи Если какие-то Военные Объекты То есть там Командующий Будет Центр Находиться Вот Такое Практическое Применение Для Такого Понятия Простейшего Математического Суждения Сказать На вскидку Скажешь А где Центр Московского Метро А что Понимать Под центром Если Геометрический Центр Ну Можно сказать Центр Тяжести Кстати Есть понятие Центр Тяжести Центр Тяжести Вот В теоретической Механике Есть Или физики Центр Тяжести А еще Центр Скоростей Понятие Центр Очень сильно Загружено Ну Для Риэлторов Центр Это там Где самые Дорогие Квартиры В Москве А Для математиков Это вот Где Центр Где у нас Минимальный Эксцентриситет Вершины Напомню Эксцентриситет Вершин Это расстояние То максимально Удаленное От этой вершины Других вершин Вот Такие Простейшие Рассуждения На тему Центр Радиус Диаметр Графа Ой Забыл сказать Про диаметр А диаметр Значит максимальное Расстояние Периферии Вот Радиус Это восемь А диаметр Что будет У нас Одиннадцать В данной Сдаче Одиннадцать Ну И еще Про полный Граф И московское Метро Трудно Держаться Про это Сказать Потому что Каждый день Пользуемся Эти метро Можно сказать Что полный Граф Это когда Все совсем Соединено Вот хотелось бы Чтобы Московское Метро Было бы полным Графом Сел У себя На Выхино Одна Остановка Это у себя На авиамоторной Без пересадок Ну это Далекая мечта А так Пока у нас Граф Московского Метро Расширяется Становится Все более И более полным Правда И количество Вершин Увеличивается То есть Количество Вершин Это порядок А количество Ребер Это Размер Вот хотелось бы Чтобы Конечно Ну Тоже хотелось бы Увеличиваться Чтобы Размер Увеличивался Чтобы Поменьше Было Пересадочных Узлов Чтобы Было Компактно Вот посмотрите Кстати На Карту Лондонского Метро Ну правда Там метро Соединено Вместе Из железной Дорогой И каким-то Легким Метро И другими Способами Общения Там Это просто Такая Паутина Что Запутается Коренной Лондонец Там Запутается Как ехать Быстрее Но Московское Метро Не самое Простое Вот посмотрите На Санкт-Петербургское Метро И других Городов Там Просто Ну две-три Ветки Там Там и центры Искать неинтересно Там все очевидно В заключение Хочу порекомендовать Книжку Графов Мэппл Изданной Физматлити В 2007 Году Вот Вот ее Обложка Короткое Содержание Сначала Неориентированные Графы Идут Вот первым Разделом Это как раз Радиус Диаметр Графа Эйлерово Потом Ориентированные Деревья Алгоритмы Различные Кратчайший Путь Поток Топологический Сдачный Значения Знаменитый Венгерский Алгоритм Остов Наименьший Вес Остова Гамильтоново Цикл Сдача Комиевая Ажора Отдельные Программы Которые Созданы Для Мэпла Отдельный Предмет Гордости Автора Является Предметный Указатель На странице 162 Вот Этот Предметный Указатель Ну тут И фамилии Ученых И название Графов И отдельные Команды Мэппл И так Это книжка Из Нефи Из Матлити Где-то 164 Страницы Страницы